Давайте начнем потихоньку. А как же я? Меня зовут Роман Важно. Я хочу рассказать, точнее рассказать, показать в основном фотки, немножко рассказать про походик по Пиренеям, который я сходил в прошлом сентябре в конце. Маршрут по Пиренеям в Испании точнее по границе между Испанией и Францией. Он проходит прямо с океана Атлантического до Средиземного моря. Вот. Называется Утром Дунеев Пиренеям, буквально пешеходный маршрут по высоким Пиренеям. Он проходит между двумя популярными тропами GR-10 во Франции, GR-11 в Испании, или наоборот, я не помню. Но при этом старается подходить все время по более высоким перевалам, доступным пешеходам, между этими тропами. Длина его более 800 км составляет. Набор очень большой для такого расстояния. квадратная продолжительность из путеводителя около 45 дней. У меня такого количества дней не было с собой, ну, распоряжение. Я где-то за 10,5 дней прошел около половины этого маршрута и потом выбросился, уехал в Барселону. Значит, набор 50 км. Значит, если просуммировать все подъемы на маршруте, то получится такое значение. Небольшая сборка полезных ресурсов. Значит, карту я рекомендую Стофа перенялась, значит, найти. Потом я выложу презентацию. Тут ссылка идет на уже обработанную версию этой карты для навигаторов. Там вырезана именно часть столь маршрута. То есть, она целиком очень большая эта карта. Там только нужные районы. Очень рекомендую найти путеводитель вот этого Тона Джустона. Там указаны именно все полезные места. И, что очень важно, даны расстояния в часах между точками. И можно планировать, где ты примерно сможешь заночевать. Так, про карты еще не сказал. Карта хорошая. Там указано прямо именно как маршрут ОЧРП идет. Маршрут этот отличается тем, что он разветвленный. То есть, есть много вариантов его похождения. Поэтому, в зависимости от ваших предпочтений, вы можете один или другой вариант выбирать. Эта карта сама не строит пути. То есть, не может выбирать. Поэтому я, например, для того пребывания в городах другие карты, если я тоже скачивал, например, там МапСМИ и некие другие французские. Но вот это вот для передвижения по ОЧРП вполне подходит. Очень хорошее. Список снаряжения по ссылке тоже доступен. Это мой список снаряжения. Трек я прошел, как я уже говорил, половину примерно. А треков может быть... Но они бывают разные. Поэтому, прежде чем если соберечь сети, надо посмотреть и скачать заранее какие-то другие. Также я нашел на сайте DPL палик с источниками воды. Он был очень полезен в западной части, когда еще ручьев не было так много по дороге. Там прям для... Особенно для тропов GR10 и GR11 есть даже делать источники либо иногда для скота. Все фотки мои можно тут посмотреть. Тут же также есть ссылка на палик, где можно посмотреть точки, в которых можно пополнять запас продуктов. Вот. Потому что... Ну, целиком пройти, не пополняясь, это сложно. И нужно заранее знать, примерно, что как тебе надо до следующей точки прошагать. Отчеты... Вот тут вот три отчета на русском языке. Рика слегка фотоком. Потом Андрея сломательный из нашей группы. Там очень много классных фоток. Лучше, чем у меня гораздо. И его другого тоже. ЛДЖ. Ну, в ЖЖ. Отчет. Потом есть ветка на ППЛ. Там тоже ссылки на отчеты и полезные ресурсы. В частности, те, которые я показывал ранее. Я немножко заморочился перед подготовкой. Ну, перед походом. Уже... Ну, то есть, моя мечта была... Не то, что мечта. Я довольно давно хотел сходить какой-нибудь классический легкоходный маршрут. У нас доступности в Европе по сути, наверное, два. Вот эти что-то. И Чернске, и Эликийская тропа. А Камин Дель Сантьяго? Или там... Ну, это немножко не то. Там, там, по-моему, дорога. Там, да. Можно на велике проехать. А этот Ви Альдин, по-моему, называется? Можно в Альпах погулять. Ну, там, как бы, нет. Длинный, прям, тротуар классический. Можно построить самому, но... Нет, там есть на сайте, по-моему, 5-6 вариантов. Вокруг Альпах. Ну, да. Можно найти всяких вариантов. Но наиболее популярных. Известных. А Ви Альпин, там, как называется? Ви Альпин? Ви Альпин, по-моему, так. В общем, я заморочился. Почти за год купил билеты туда. И еще за несколько лет до этого купил материалы для рюкзака. А потом года за два писал, наверное, ТЗ для Никиты. И выклеил даже вот для рюкзака под это дело специально вот крой из ватма склеил. И, значит, немножко. Он, кстати, где-то валяется, я его уже показываю. Ну, это тот белый, да. Кому интересно, можно... Значит, я заморочился немножко еще на довлегчение. Не то, что немножко, но насколько смог. Отрезал от фентика своего лишние детали. Вот. Набралось на 50 грамм. У меня есть ножик на 23 грамма. Стурлёгкий. Как называется. Но мне он показался слишком тяжелым. Я, кстати, взял вот этот на 10 грамм. Я традиционно облил ручку. Из этого нельзя. Один раз хотел... Ты жопья! Погодите! Там что-то, походу, дело много оставило рукоятки. Нет, дело в том, что я перед Полярному Уралу пилил почти под основание. Это уже, как сказать... Это обычай, который должен сделать каждый. Сколько на самом деле отпилили. Я где-то просто почти 3 недели по Полярному Уралу ходил на 9 килограммов. Вот. И там я пилил вообще просто... В результате у меня вес рюкзака в сборе без расходников, то есть еды и воды, был 6 килограмм. Это в себя включает кучу электроники, включая вот этот вот спот... Ой, извиняюсь. Трекер. Большую банку. Powerbank. GPS-навигатор. Телефон. Вот, короче, электроники было много. Вообще, по легкоходству, наверное, надо с одним спортсмоном бегать, да? Ну, наверное... Вообще, наверное, надо без электроники ходить. По легкоходу. Берешь с собой карты. Если у тебя приличная стопка карт, она будет висеть больше его электроники. Ладно. Транируешь память? Может быть. Просто сверху. Лутуньевые стержни в одно место вставляешь, и в кори пошел. Так, скорее всего, выглядело вместе с едой. Значит, я не знал, сколько я смогу проходить в день, и поэтому не смог заранее спланировать, сколько надо взаимово точно взять еды, и поэтому я взял на восемь дней. У меня было две недели максимум распоряжения, и я взял чуть больше, чем на половину, чтобы пройти по половину того, что у меня есть. И получилось еды шесть килограмм. Точнее, наверное, пять, плюс там еще литр воды, короче, в сборе был. И взял килограмм двенадцать максимум на старте. Офигеть. Вот. Первый день я, значит, ну, это просто обзорная карта по дням. С чем я столкнулся, что на Матуте очень большой набор высоты происходит. То есть я изначально пересонил свои силы, я хотел зайти хотя бы до Андорры, но не смог этого сделать, потому что наборы в день, там, минимум два километра в то время происходят. То есть ты ограничен даже не то, что расстоянием, которое ты проходишь в день, а скорее даже набором плюс расстояние. Вот, значит, я при этом еще немножко сбились планы из-за того, что самолет задержали, и у меня полдня отрезало из запланированного. Я должен был приехать днем вот в Андай, городок, французское побережье океана. Ну и приехал ночью глубоко, и мне надо было переночевать сразу там. Ты с севера, да, по классическому? Да, я по классическому направлению шел. При этом я еще с трудом нашел, где там переночевать. Нашел на карте какие-то кемпинги. Одного в один из них не смог пройти, не смог его найти. Другой зашел, там никого нет. В результате втихаря зашел, там поставил тентик, поспал там часа четыре, чтобы просто нас рано утром, и с утра пораньше свалил. Это вот я утром пришел на старт, так скажем. Это океан, там где-то он шумит вдалеке. Купаться в нем я уже не стал, потому что боялся того, что ноги не высохнут долго. Там день был очень хороший, решил сразу пойти. Первый день, по большей частью, ты идешь и идешь сзади, вот побережье Бискайского залива. И этот городок все еще виден. Там дорога проходит отниму каких-то ферм, фермочек французских. Ну точнее там французских перемешку со стороной Басков идет. Тут пасутся барашки. Вдалеке там первая вершина, Ля Рун, видна. Там сейчас не помню. Около девятьсот метров она. И вот тут единственный человек, кроме велосипедистов, который на маршруте не обогнал. Это какой-то там трейвер раннер. Он тут пробежал. А темп какой у тебя? Ну я старался выходить. Чуть медленнее, чем у того чувака. Старался не терять светлого времени, выходить по темноте. Но не всегда у меня получалось финишировать по темноте. Потому что я столкнулся с ограничением, что маршрут казался не такой уж простой, как я представлял. И, например, впереди могла быть вершина, какая-нибудь скрытая облаком. Я потом начал читать путеводитель сначала, я на него забивал. И смотрел, где будут удобные места для стоянок. Например, поляна у ручья или какой-нибудь приют. И планировать переходами между такими удобными стоянками. То есть, если ты, допустим, у тебя час до окончания светлого времени, а ты подходишь к какой-нибудь набору, к перевалу, километр, то я останавливался в удобном месте по этим перевалам. Ну, старался идти, не тупить. Так, примерно, ну, как получалось. Не знаю, темп, сложно сказать. Ну, а он сколько на уровне часа уже получился? С первого дня, наверное, 52 километра. Я не сказал, вам просто понять, сколько я себя понял. Вяжется на наборах. Да, трудно сказать. Надо посмотреть статистику. Это еще просто не отпустило его. Первый день, да. Бежал. Я был полон сил довольно, но плохо очень выспался. Ну, получилось пройти довольно много, потому что более плоская была часть. Ну, то есть, вот таки шел или местами бежал? Ну, бежал я совсем, совсем местами. То есть, я прям даже перечислю по ходу рассказа, где я бежал. Ну, это пеший ход, да. Ну, быстрый, уверенный. То есть, в гору я, там, с максимальным усилием покопалки. То есть, иногда прям вообще втапливал, когда хотелось успеть, ну, место на чертке. Вот, значит, места, где пересекаются с GR1, GR11, GR10, очень много вот таких туристов, не знаю, хайкеров, которые ходят толпами. Но они все шли навстречу мне. Тут же и катались МТБшники всякие на таких тропинках. В общем, такое курортное местечко. Далее, это вот с вершины горы Ля-Рун первой. Там такое характерное место, тут выложены надписями имена в Легионах. Там такое красивое место было. Тоже это горнолыжный курорт зимой, а летом туда ходит какой-то вагончик. У Андрея Соломатина есть фотографии этих мест в большем количестве интересных. Вот там, например, указателя. То есть на указателях метки на тропу, которая в ту сторону уходит. И указано, какое время в ходовых часах до следующего пункта, который вы там написали. То есть там вот такая сетка, можно очень множеством способов ходить. Насколько твое там движение с ходовой сеткой? Ну, в смысле, с этими временами я согласен? Ну, примерно где-то в два раза я быстрее шел. Я потом... да, где-то... Сначала чуть быстрее, чем в два раза, потом, по-моему, я... Они немножко расходятся с темпом путеводителей. Ну, где-то в среднюю оценку в два раза. Это тоже где-то сторона Басков. Впереди город Ариспун, к которому я спускаюсь уже. Там такие тропиночки красивые по верхам холмов. Какое время года, вообще месяц? Это сентябрь, конец... ну, последние две недели сентября. Какая температура, не знаю, следит? Ну, это тоже зависит от места и погоды, да. То есть там я шел либо от футболки, вот этой тонкой, фоксовской, до... Ну, не знаю, ну, в мою, наверное, я не ходил, но помню. Ну, там, пара слоев, там, power dry, какая-нибудь там, еще футболка, сверху. И мембранка. Было, то есть на ходу. На Деваке, да, на Девалгамаюн и все, что у меня есть. Слушаю, а рюкзак Брутто? Это что значит? Брутто, все вместе. Ну, все вместе. Ну, 12 килограмм, да, я говорю. 12. Да, был вместе с едой и с литром воды. 12 килограмм. Это вот финиш. Первого дня где-то там я прошел Аристкурт, не стал там ничего покупать, потому что у меня куча еды была. И заночевал там, где-то в кустах, еле нашел там наверху место. И пошел дальше, значит, второй день. Вообще, честно говоря, непонятно, как поместить в общей трапке на 12 дней. Ну, я еще не брал с собой, так сказать, я не готовил горячую еду, я просто, ну, то есть, без готовки шел. И, то есть, мне... А что там было? Сколько это грамм было? В день больше 600 грамм. Да, нормально шел, да? Ну, там, получается, рюкзак 6, да, без всего, без еды. Ну, 6 килограмм еды на 8 дней я запланировал. И у меня, наверное, столько не уходило. То есть, я даже экономил, то есть... Если есть какой-то жиров, то можно идти на Миши даже. В раскладке мы ходили один доширак на 2 дня. Ну, это очень некомфортно. То есть, я ел шоколадку в час, то есть, стабильность. Шоколадку маленькую? Маленькие, там, мини-стикер, мини-баунки. Ну, а что получается? Да. Уходили один доширак. Ну, я просто, да, когда я привычку, когда я подобную работу совершаю, я вот, должен быть регулярно подпитываться. И в таком же режиме вот я вот. В свое время похода было прекрасно. Ну, получается, без обеда, без особого. Обеда не было, да. И ужин такой полосы. Да. Был завтрак и ужин. Ну, типа, там, например, хлеб с колбасой. Ну, ты что-то пожирнее. То есть, строглоть тяжело. Нет, я... Наоборот. У меня была задача не голодать и хорошо отдыхать. То есть, много спать и хорошо есть. Как котёк на массе. Я там подбел, но не сбрасил мышечную массу. И я после этого очень классно себя чувствовал. Я прям, ну, как будто на тренировочную сбору съездил. И прям вообще... То есть, бегалось лучше. И... Рома, а с чего составляем еще раскладку? То есть, ты у нас писал, что протеин, по-моему, брал, да? Да, я брал с собой какое-то количество белкового порошка. Вот для того, чтобы у меня мышечной массы не было. У меня она перечислена в списке. Ну, давайте попробую вспомнить. Значит, на ход. Это были три вида вот этих конфет, батончиков маленьких. Мини-твиксы, мини-сникерсы. Киткат, наверное. Да, мини-киткат. Больше всего мне понравились сникерсы, потому что... Морежки. Тают. Другие конфеты неудобно. Они бывают на жаре, тают, и хреново их оттуда выковыривать. Вот. На нормальную еду это были хлебцы, по-моему. Что-то типа... А! Колбаса. Как же называется такой продукт, типа колбаса. Бастурма. Да, бастурма. Я для того, чтобы ее резать специально взял вот этот ножик на литинграм. Вы, вообще-то... Да. Другие. Там половинный усилий сожжешь на том, когда ее грызть. Нет, она если мелко порезать, то очень отлично идет. И я прям ждал вечера, чтобы вот именно... Слушай, может был на старте порезать нормальным. Не, ну... Сосатки... Можно, да. Глюкузов шприцом вкололую. Не, здесь присылку. Матрон, сухари, какая-то были шив lyingtit. питьевую систему на самом деле сникерсу самые действительно вкусные, эффективные маленькие вот эти ты не брал? как без горячего нормально было? да, отлично Рома, а ты как-то что ты ел-то? чем обед не беспокоит вот я же сейчас только что рассказал вот еще раз, завтра завтра ну там какие-нибудь сукарики рожаные воду я брал с собой солевые таблетки но их наверное скорее на ходу я употреблял то есть воду кидаешь их и бьешь а завтра ужин, наверное вода скорее бьешь, кучу набираешь и бьешь классный ужин я скучаю я говорю, что я абсолютно не голодал именно в этом и стоял задача идеально идеально Ром, скажи пожалуйста, а ты как-то вымерял БЖУ вообще специально заранее? я вымерял, я на глаз то есть я примерно представляю, что вот хлеб с колбасой и калорийных случаев тоже а белок когда-то из какого расчета докидывал потом? с порошком ну я считал, что примерно то есть я ничего не считал но по прикидкам получался дефицит белка исходя из того количества, которое в пустоме находится и я немножко взял запас и наверное ел я раз в 3-4 дня или там когда совсем устанешь то есть у меня не было столько что я там мог каждый вечер навернуть хорошо, второй вопрос а по солевым таблеткам ты как брал? ну я что-то рассчитал количество в день, уж не помню точно и их как бы употреблял их не хватало то есть на полный ходовой день частично я воду пил но вроде как хватало особой жажды не было понятно ну пусть как раз интересуюсь в контексте катания по жарким местам ну не знаю как поценить потому что ты много возьмешь или мест какой-то набирают ну да, проблема в том, что ты где-то походу не докупишь и поэтому это такая вещь, которую надо заранее посчитать ну и не знаю, может быть что-то там 3 в день можно набрать типа вместо соли или вообще для чего они нужны? ну ты когда идешь, ты в принципе лучше сразу брать минералы, натрий, калий, магний и для того, чтобы ты мог эффективно двигаться дальше нужно их исполнять потому что в питьевой воде их нет там особенно там талой и полчей, вот горной в горной воде, да, там фактически это дистиллят ну потому что сначала снег упадал а это по факту дистиллят и пьешь-пьешь и у тебя ты вроде напился воды а жажда остается тоже очень неприятное ощущение вот его нужно тоже нивелировать ну вот второй день начинал с вот такими холмистами ну, небольшим холмиком по сути из-за того, что на Крым, по-моему, кстати да, там я, кстати, столкнулся с мыслью что, ну вообще, видишь, маршрут он очень, мало того, что красивый но он очень разнообразный то есть ты идешь, сталкиваешься в процессе с совершенно разнообразным пейзажем вот я шел, думаю, вот как в Карелии сейчас там, или там, как в Крыму постоянно какие-то такие места сменяются, вот как на Кавказе там, что ты поднимаешься на то, как будто даже дежавю и вот если довольно, ну там успеваешь много пройти ты успеваешь смену этих пейзажей зацепить и очень большое впечатление оставил именно этот фактор тут я из-за того, что маршрут такую разнообразную разъединенную структуру имею внулся какой-то забор местами перелезал, бегал, не знал, как там относятся к своей частной собственности там, какими-то урывками бегал один раз значит, очень много там в определенных местах, вот таких каких-то ну, кромлихов остатков, я не знаю, неолитических, наверное мне эта штука интересна я вот всегда там, где обозначено не на карте или на вот таких плакатах всегда туда заходил и рассматриваю вот один из них это какой-то городок тоже городки живописные то есть ты проходишь помимо того, что, ну особенно в начальной части я не был самый восточный то есть прошел половину там где-то и не в Сокогорье вот эти европейские городки свою лепту в ноте это вот питьевой один из источников на тропе Камина до Сантьяго в тот день шел дождь еще и несмотря на то, что вот вообще на всей тропе на протяженности ее я ни разу не по сути намочил ноги то есть в грязи еще никакой не наступил и прошел, ну не замочив ноги от дождя, от травы но ноги намокают и в тот день и хреново шлось там был протяженный довольно кусок по асфальту ступни начали намокать я, в принципе, не завершил раньше, чем планировал вот в этой хижинке это внутри у нее обстановка это вот как она снаружи выглядит она не может начать? ну да, она специально для приюта вот этих путников по Камина до Сантьяго у них эти хижинки называются Кабанес это вот из Андорры называется там ветряк стоит можно при желании сигнала СОС подать каким-то спасателем он всю ночь крутился какие-то дрова лежат но написано, что если ты их сожжешь то надо заменить новыми, хорошими а где взять? ну не знаю отломать от этой, от ножки стола ничего там жечь не встал а жечь не встал? и для того, чтобы тентик на следующий день не сушить мокрый, не тащить переночевал внутри там ветра нет ровная поверхность собираться после утром тоже быстрее поэтому я там переночевал встретил там какого-то испанца, который гулял по Камина Сантьяго там уже вечер был а он искал и спрашивал у меня как туда пройти у него ничего с собой не было я ему показал по карте и справился надеюсь, что дошел ты не встал? ты не встал? у которого еще не было говорить, что ты легкоход и идешь на 3-е сутки он гораздо легкоходнее был он выиграл вот третий день тут можно на каждом графике получается постоянно ты с одной долины в другую спускаешься вверх, вниз, вверх, вниз постоянно на поле а это я для себя понятку я первый раз в каком-то курортном маленьком деревушке купил сыр местный ресурс потому что я прочитал, что народ как раз тоже покупал классный сыр и я тоже захотел бы помимо гостермы что-нибудь поесть да, я потом покажу это вот поилка для скота тоже можно набирать воду и там, где они пьют из краники слушай, а судя по тому, что там как бы люк канализационный то есть поилка на самом деле с водопровода хрена его знает она обозначена, скорее всего какой-то там источник вкачается но при этом все на горе везде пасутся коровы, кони там тоже какое-то каменное какое-то сооружение разрушенное и значит тех, где невысоко в горах постоянно на маршруте ежевика росла и никто из местных ее похоже не ест а для меня ну это было прям почти к счастью ну особенно фруктов в овощей эволюционе нет и ну она большая вкусная спелая вообще я там стоял там буквально там по двадцать могу потерять есть эту ежевику у меня вот тоже значит красивое местечко асфальтовая дорожка солнце вышло по бокам вот эти тоже каменные какие-то развалины вот типа таких тоже какие-то двери бегают мне очень понравилось и овцы по сути маленькие белые байкеры там тоже путешествуют такое очень живописное место это вот автомобиль местных пустыков там какая-то девушка она на нем впереди себя как на ладцу отарвавец она живет она это вот ниже по этому по этой дороге ниже в ущелье там какое-то скопище саратчиков там уже где-то находится ручей где я впервые в первый раз ну простирался помылся ну так на скорую руку надел на себя дальше вещь и пошел тут был подъем по довольно крутому дровянистому склону который когда я преодолел был уже довольный что не упал не сорвался это вот граничный камень они там вне зависимости от того где идет граница там наверху по каким-то горам по ручьям между Испанией и Францией они тут стоят надежно вот так вот прямо это вот я замышился мокрым идти решил ноги подсушить традиционная практика когда ты там не бежишь без остановки если регулярно подсушивать то можно в целом дочь дочь пройти ну дождь идет воду мочит а ты в кроссовках идешь кстати да чтобы не сохранить кроссовки они ботинки сейчас закончим мембранные носки чтобы не намокали ноги но все равно видимо от пот или может они уже протекают ноги все равно намокли вот ноги все равно намокли кроссовки потому что в них легче и удобнее и они быстрее сохнут и не знаю в целом лучше амортизация соцепление а палки свободность движения сплавы сплав 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 они меня нормально пережили до сих пор у меня сейчас при палке стоит тентик они на половину на самом деле стеклопластиковые сплав об этом он не пишет у них на форуме тут можно узнать они на половину стеклопластиковые но если их на излом сильно не нагружать то это хорошо ну да я много случаев знаю как они они хрупкие но если аккуратно обращаться не фиксировать то есть опираться может не так как ты на карбоновые стулы если по отделу грузить вдоль оси все отлично они работают это вот кроссовки у которых я шел в катлоне самые дешевые женские модели там в да еще живая р 10 1 местами прям так и просят чтобы по ним на велике прокатиться По-моему, где-то вот оттуда я пришел, окей. Дальше был платок, который меня тоже очень порадовал. Примерно похоже на Вабуган, но в Крыму. Дождь прошел, оно такое сухое. То есть, ты идешь там где-то снизу по склону, раз, какие-то там сверху колокольчики позвякивают. Думаю, надо подняться, что там творится. Страйфа ушел, а там куча вообще вот этих вот овец спасется. Стулка, хорошо, красивая, прям порадовался. Убежал в хорошем настроении. Дальше такой небольшой каменный маршрутик, симпатичный. А вот это вот местечко, пол-дей-Рафик, где я купил местный сыр, очень вкусный. Ну, по-моему, пять с половиной евро, что-то довольно дорогой. Но мне надо было где-нибудь уже деньги потратить, но что я несколько дней шел на чем-то купол. Так что я заморачивался, купил багет и кусок сыра. И это стало моим ужином. Пять с половиной евро за... Ну, я не знаю, за что-то там пять с половиной. Короче, я тебе дал деньги и пошел. Но сыра дали много? Ну, я подказал, куточек такой дайте. Я не помню, сколько я точно заплатил. А, как вообще общение происходило с ним? Я говорил на английском со всеми. Большая часть понимают, но иногда французы не знают английский или не хотят. Испанцы нормально вроде все разговаривают, если-то я встречался. А у них французы некоторые пару слов знают. Языком жертвы, можно сказать. Сори, сори. Типа того, да. Женмен спасайю. Это дальше. У тебя для деревеньки такой. Ну, я убирал просто самые такие, по-моему, умные живописные кадры. Прошел через еще какой-то курорт горнолыжный. И тропками уткнулся в еще местечко. Грноложников немного. Нет, это уже прошло. Там вот здесь скрывается совершенно пик орки высотой более двух тысяч метров. И я такой, когда я сюда дошел, очень долго думал, идти мне его покорять или нет. Искать место для ночевки за ним или тут уже встать. Ну, я решил не рисковать. Стал до него. Вот рядом с таким сараем, может, охотничьим. Вот моя пирамидка, в которой я жил. Она там тут тоже сейчас на спирте стоит. Это типа такая легкая какая-то супер палатка? Это, по сути, это тентик пирамидальной формы. При желании можно внутри ставить палатку, внутрянку, когда это будет, по сути, двухслойная палатка. Она ставится на трекинговые палки. Но я не брал внутрянку, я брал и столбики. Брал и пивик. Нет, вот тут вот. Две трекинговые палки, либо одну по центру можно так сказать. И растяжки даже делали? И полочки. Полочки, я говорю, полочки. А комары там какие-нибудь там? Нет, вот, кстати, да, еще один из факторов. Вообще, вот никакого, чистый комфорт. Никто тебя не ест, ничего вообще. Идешь и кайфуешь просто. Извините. Интеллигенты Европы. Да, понятно, я в конце хотел тебе привыкать. Но это вообще. Держится. Не залетают. Можно вас опустить? Весь поход. Кто-то там из нас стран выделил. Комары как-то не трогают туристов, чтобы не портить. Типа удовольствия, вот, когда ты получаешь удовольствие, когда уже от того, что страдаешь, или получаешь удовольствие, или потом, когда думаешь, ой, каким образом я выжил. А это вот, чисто удовольствие, просто идешь и кайфуешь, если, конечно, ты идешь с легким рюкзаком. Это вот мой ужин. Вот, да. Тут даже написано, где это. По сравнению с кроссовком, по-моему, на два раза его можно растянуть. Ну, не знаю. Да, по-моему, да, у меня на завтрак еще осталось. То есть, поэтому я был сейчас. Нормально, там, охватил. Это очень то, что это все-таки широкоугольный объектив у телефона. Ну, понятное дело. А еще до этого он прожил 50 килограмм. Не, ну, на завтрак хватило еще, и я был доволен. Это тоже все можно? Имеет молочный кренвкус. Так, дальше вот это, значит, первая вершина. Так, Лебисон, это что рисует? А? Что рисует? А это я просто на страу выгрыжал треки, она сама автоматом рискует. С кармином? Ну, да, я писал трек, я с навигатором. Собственно, я в основном по нему и ориентировался. Я бумажную карту убрал. У меня были для депэкапа карты в телефоне еще. Вот я мэпсми скачал ей еще одну французскую карту. Они пригождались, например, в поселке. Не надо найти для магазина, где там посмотреть, сколько это города. Куча чего, в какой город можно любоваться. А так я шел вот по гармину с картой, вот, кто поперенелся. Ну, поперечный срез, конечно, выглядит немножко экстремально. Если его в жизни экстраковалировать, то окажется, что это что-то несовместимое с жизнью по ходу. Ну, это какой-то масштаб неправильный. Да, это по ходу дело что-то там, как сжат, видимо. Ну, вот это вот 35 километров, а это всего лишь 2 километра. А, все, 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 я понял. В этот раз я нормально стартовал еще до рассвета, и рассвет встречал, ну, в процессе восхождения было очень красиво. Надо было нормировать тебе его поэту, знаешь, как? Ну, невозможно туда уместить. Относительно, короче. Достаточно стандартно, а не все, что я так выглядел. Вот, в процессе трек завел меня на гребень, вот такой перед этой вершиной. Там было стрёмное место, которое я прям с таким запасением преодолел. Пришлось палки крепить к рюкзаку, даже лазанием там пролезать. Я так... Ну, я был, честно говоря, немножко в шоке, потому что я изначально думал, что вот этот, ну, что-то простой пеший такой. Так вот там. Это вот уже вершина, четвертый. Чуть больше двух километров. Простите, а слева это что? Это вот столбик на вершине такой. Раница. По-моему, это знак вершины. Потому что граничные столбики по-другому не имеют. Да, до вершины. А там он рядом с большим столбиком. Там твой штатив или треангуляр? Нет, это какое-то место треангуляр. У меня штатива не было, никто из этого такого себе. Вот я... А, если вмещал... Это вот сооружение, оно большое, реально. Ну, не знаю, такой столбик, не совсем большой. Тут у меня в одном кармане бутылка, в другом навигатор. Пристрахованная за веревочку. И бандан килайф-паппинг. Это спуск с этого пик-дёрфи на парковку внизу. Там какие-то французов я встретил, которые туда собирались. Значит, пока шел там наледи такие были. То есть ночью температура ниже 0 опускалась. И местами скользко было. Впереди, если посмотреть, там уже высокие перемены где-то людьми. Те точки, которые мы прям внушли. Дальше был такой прогон по таким полям полнистым. В этой маленькой точке это все овечки. И там, не знаю, наверное, первая половина, где ты идешь, и они везде меняться на колокольчике. От этого звука невозможно отделать. Вот, в дне уже это, как подводители, там, хай, маунт, и все. Ну, короче, в области уже высокогорных промо. А здесь тропа как у меня идет дальше? Там по культуре идет дальше? Нет, нет, она как-то спускается, в долину, и как к асфальту. Ночевать вообще везде можно? Или там какие-то прям фиксированные точки? Ну, там, как всегда, есть более удобные места, конечно. Ну, или штрафы есть там? Да, это то, что встал, не на том месте. Ну, вообще, там по-хорошему нужно вставать рядом с приютами, там, где ты национальный парк не проходишь. Там, где нет, по-моему, можно вставать и ездить. Но я так особо не заморачивался. Там на одну ночевку в Испании можно встать везде. То есть, у них везде стоят знаки «Ноа Компада» или «Ноу Кемпинг», который они дублируют. Это, ну, кемпинг, это означает «длительный стоянок». Если ты вечером встал, с утра ушел, то никто никогда ничего не скажет. Даже, ну, практически рядом с населёнками не стоит. Там есть действительно, вот Рома правильно говорит, там есть национальные парки. Вот. И там есть понятие ночевки. Ночевка – это когда ты пришел, упал, проснулся и ушел. Да. А если ты проснулся и начал готовить себе пищу, а у тебя там палатка или там стоит, опаньки. Не, ну, это начинается как-то. То есть, можно убрать палатку и готовить еду? Да. Да. В Испании везде палатку и египент. Все это сразу надо убрать, если проснулся, вышел из палатки, все. Ты все собираешь. Потом ты уже можешь развлекаться как угодно, но... Скромно. Без неё, да. Иначе это уже кемпинг, а тут, соответственно, санкции, денежные штрафы и всё такое. Лучше как бы парни не миндальничать в этом плане. В Германии, по-моему, 14... Да, в Австрии там вообще жопа. Я сейчас изучал вопрос. По-моему, парень 13 тысяч евро на группу выписали штрафа. Да, в Австрии 14,5 евро штраф, короче. Я, правда, не понял, за что. Но при этом там три градации. То есть, там, типа, бивак, кемпинг и... И вот даже ночёвка, это вроде бы тоже... Ну, в общем... Не совсем бивак, да. Ну, в общем, там сложно. Сложно, да? Да, очень тонкая грань. Сейчас, в общем... Поэтому, я буду прятаться. Где-то вот в районе этого места я встретил один из первых приютов, но он не работает. Если чё, не знаю. И дальше там надолго завис. Пытаясь вычитать движения, там... Кемпинговое место такое, не то, что кемпинговое, удобное, с ручьём. Слово, что для мармидума называется. Долго учитывал, сколько мне на него идти, потом понял, что... Кутиводитель говорит, что я 4,5 часа, и понял, что я успеваю. И рванул там... Я в некоторых местах настал, бежал бегом даже. Чё-то в районе часа за два я добрался до того места. Но вот тут вот регион мне очень понравился. Тоже, чем ты напоминаешь, что... Плоток Бабуган в Крыму. Там такой каминовый дуберинт. Тут одна такая с фотографией. И путь в нём помечен меткой вот GR-11, красно-белый. И там прям, знаете как, на хороших соревнованиях по трейлайнингу бежишь, но они гораздо лучше, чем актерон. То есть ты, когда перестаешь видеть предыдущие метки, начинаешь видеть другое. Вот так вот, по очень живописным местам она ведёт себя. Мне это очень понравилось. Как можно бежать без такого? Вам понравилось? Ну, он уже был не 12 к тому времени. Не знаю, сколько он там был. 10, 8. То есть в целом можно пройти вообще без навигатора? Ну, вот по GR-10, я думаю, может, да. А это? Потому что тут тоже, в определенный момент... Ну, чуть-чуть пену не маркировывали. Да. Потому что она состоит из маркировок той трапы, из своих каких-то маркировок, потом высокогонной части пешва, как ты называешь это, да. Каминным вот этим, да, накладываешь. По турикам, да, идёшь, например. Вот тут, например, тоже эта маркировка после перевала пропадает. Начинает искать древняя другим цветом маркировка. Это вот, как раз участок, не участок, место, соус для мармеду. Где я заночевал. И уже следующий день. Этот день я пополнил запасы, если раз. И дошёл до города. Турор по одной, там, дальше. Это, как типичный пенуэнтон, но чуть-чуть в контакте. Да. Причём я там путеводитель узнал, что есть два приюта, хотел в них заночевать, но они все не работали. И вообще там город как будто выночный был, не души на улице, и пришёл туда уже по теме. В результате зашёл в дворик одного из приютов, и поставил там в тихая третика. Ну, переночевал здесь так. В некотором напряжении. Зато там был храник с водой, то есть, в принципе, всё нормально. Где-то спуск-риспуск. Там бывают такие вот участки. Меня постарали от пеленей. Так вот, как пастущая собака, пастущая достается. Они могут иногда там агрессию проявлять. Там иногда целые такие комиксы, как себя лучше вести, как встречи с собаками. Тоже спуск. Тут такой симпатичный, там такие скалки были, вполне справа. А вот это вот мне фотографии понравилось, такой классический российский пейзаж, берёзки, дача, тут дороги. Забор такой же завтра. Забор такой же завтра. А там дальше русский сегодня? Я не знаю. Я не знаю. Это вот город Лискуль, такой средневековый тоже. Там зашёл магазинчик, и тут еды на вторую половину пути. Какие-то дети там тоже ходят, много народу. Я видел местные фермеры приезжают, такие сапожиши, грузины, привозят эти головки сыра в магазин. И вот в одном из зданий, видно как они там вызревают. И не вызревают толп, что они там на полке. Дальше был подъем, это тоже жилище пастухов, сложенное из местных камней. И это тоже, какие-то дёрганы. И это, скорее, бывает очень сложно, заметно. Спасибо, Франции, за хорошие, Франции. Местные. 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 Они. Местные. 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 Гоице Te papers. Местные. размест 적 têm зуб Местные. Местные команды. Местный-rz underwater. Линн, мол, ф mesmo, Как я уже говорил, я нашел в городке, в следующий день пришел брошь, и я не очень мало буду делать. Пришел от приюта одного, где-то вот, наверное, здесь, от приюта другого. Приятного аппетита! 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 Вот этот автор противорителя, он постоянно описывает какие-то такие рыделочки на вершины ближайшие, но поскольку, похоже, они не сделают. От этого получают удовольствие какое-то. Мне, наверное, некуда говорить, и иногда эти рекомендации будут не довольно опасны. Вот, например, от тропинок, наоборот, это не нравится, потому что я базирую на этих методах, я могу спокойно в свое удовольствие под один пейти, а вот это лазание где-нибудь там по приводам, это меня напрягает на револю. Это вот я уже пришел на район следующего привода, 3-4-2, не знаю, не считаете, это самый высокогонный привод в Иринееве, 2-6-1. Там какая-то маленькая кипитка стояла, полностью забита испанскими альпинеструми, это там 5 альпинеструми квадратный метр, это что там? Я не такие бла-бла-бла-бла, каждый что-то говорит. Они в дюжести были. Я понял, что там не получится, блин, человеку поставил тентик, таких много еще стояло. И на следующий день уже через город Кеверни пошел дальше. Готовный путь в городе из Иралии. Солнце такой тентик есть? Сам тентик, он был 400 грамм. Какой? Я ставил такой буквы А на камне, чтобы внутри было больше места, я в среднем лежал. Ну, как бы, если тебе нужно там среди ночи, то можно не выходя из тентика, там подвинуть камень или переподнять. А как называется такой тентик? Ну, просто это пирамиды. Бывают разных производителей. Ну, он не супер легкий, он тяжелее, чем ему более книги приятные. Но он более погодозащищенный. Ну, если там все стены, которые стоят в таких дождей, нет. Смотри, ты же не лежишь там на блоке. У тебя есть билек или бутрян, как я уже говорил. А в ней уже и билек, и там и свалить, и все штуки. Это, как бы, конструкция палатки. Первое слово, какого ты сказал? Дверь? Дверь за актуалью. Дверь за актуалью. Дверь за актуалью. Вот эти, вместо петра, ну, петра, нет. Это, как бы, внутрянка для палатки, но по форме тела грубая. Почти более просторная, чем спальня. То есть, это штука, которая позволяет, там, ну, переночевать. Вы не готовите, не я пользуюсь. В чем он отличается от палатки? Палатки чехол. Ну, говорят, чехол на спальню. Все, что бы внутренняя часть от палатки, да. То есть, снизу непромокаемое дно, а сверху такая дышащая ткань. Да. Вот, это такая же штука по форме человека. А, ясно. То есть, ты кладешь, вот, снизу непромокаемое дно, внутрь уже ткань. Спальня. И спишь. Она, там, у тебя, ну, а вон защищает. А, то есть, это вообще палатка не нужна. Это внутренняя часть палатки. А сверху это осадка защищает такой ткань. От ветра, осадка, снега. Вот. Следующий день был спуск в городок Эверми. Набор большой. Спуск еще один. Город Киас. И набор до хижины. Вот этот участок пути я вообще мочил. Хотел пройти вот этот перевал чуть помольше. Пройти до приюта, который здесь находится. Но все равно не успел. И решил не рисковать и ночевал в приюте. Спуск вот в этот город Эверми. Мне поразило, что там очень много вот этих кемперов. Вообще, они там, не знаю, живут в них. Это тоже вернолыжный курорт. То есть, по всяким случаях, это сейчас тут. Потому что можно когда-нибудь сидеть, покататься. Там есть помечательное место. Вот Фрэш Вер Роун. В легенде это место. Поро он прорубил своим мечом. Вот это вот. И туда можно было пройти вот. С места ночевки его. И по Эрту. Таким образом пройти. Ну, я не знал, сколько это займет по времени. А я уже с графиками так... Ну... То есть, график может нарушиться в таком случае. И решил не рисковать. И по стандартным путем. Вот этот греш. Да. То есть, можно было вернуться и вот как-то вот так вот пройти. Сюда. А потом вернуться снова. Вот у тебя Гориец. Тоже очень красивая. Там много гуляющих народа. Это вот Кабанец, который я переночевал вот. Не поднимаясь на следующий перевал. На озере там Гэскло. Там просто палантина, по-моему. Смурай площадку, да? Площадка есть, да. Я не помню. По-моему, я с ним не знаю. Плажинка простая. Там как бы нара, на них какие-то матрасы. Ну, я тоже там заночевал. Снаружи я нашел ручеек. Поужинал. Правда, ночью пришлось мне что-то просыпаться. Мне показалось, что там мыши ходят. И я упугался, что их сложил всю мою еду. Подвесил экзак сверху. Да. Дальше я уже пытался ходить от приюта к приюту, по сути. Потому что там заведомо, ну, известно, что это место, где можно переночевать. Не рискованно. А вот уже девятый день у тебя должны мне кончиться запасы. Вот я был в городке Лискун. То есть у меня было запасов на половину моего времени. А в том городке я купил недостающую часть. То есть у меня было вторую половину запасов. Там же, наверное, не подавалось там. Чистые консетки там, какую-то базу местную. То есть там можно найти какие-то вещи, печеньки, какие-то вещи. При жилищных точках ничего было купить вообще? Можно было, но я просто... Там есть участок, в более высотной части сложно купить было. То есть либо надо было отклоняться далеко от маршрута и искать магазин. Ну и в любом случае надо было подгадывать, что я выхожу там в рабочие часы. И, возможно, тратить время на радиалке. Я не мог себе это следовать. Ну и встал. Пишу. Тоже выказать кариманчик. Там неочевидный дискус. А, вот это место, куда я опланировал предыдущение дойти. Сейчас я думаю, что тут приют прошел. Вообще даже сведок приюта не обнаружил. Вот, видимо, когда-то был несколько лет назад. А теперь осталось там озера, рядом с которыми он стоял. Там она вроде красивая стена тоже вот. Есть, когда лист? Нет, я вот поднимался оттуда. Я с перевала сверху сходу. Воду из озер брал вообще? Воду я старался брать тут в начале пути. И из источников, которые вы видите. Из паза? Паза, да. А потом я из ручьев, которые заведомо не загажены коровами. То есть видно, что стула не преодолели до них. Видно, что он прямо отсюда вытекает. То есть я брал с тобой фильтр от стула. Но я заранее его не продумал абсолютно. И не смог нормально через него просто дровать ничего. И что-то времени не тратить, просто набирать звучит. А что за стула? Ну просто такой пресный фильтр американский. Легкий довольно. А у тебя был склиз или? А, склиз. Извиняя, склиз. А ты просто побольше, а другой там чуть грамм треса. Чуть побольше. Но все равно я через него не смог продуть нормально. Тут вот эта часть цены уже такая заснеженная. И тут не видно. На другой форте видно. Это дальше спуск от горинного, которая города Пардан идет. Какой-то разрушитель иностраненник. Там тоже было много ежевики. И дальше подъем в следующую долину. Там меня застегла облачность. То есть прям наказывают, ну как известно, что это бывает, да? Прям на тебя наказывают область, правильно? Я боялся, что непогода наступит. И впереди была пара таких буквальных перевалов. Я был уверен, что там видимость будет. А, вот при спуске с высокоборного укрытия я встретил первого хайкера HRP, который вообще первый на своем пути. И он шел в мою сторону, то есть в ту же сторону, что и я. Мы с ним поговорили немножко, потом я его оставил. Он меня поспрашивал, откуда я там. Узивился, что я из России. Сказал, что у них в ФСБ я работаю. Как обычно, он не заладился. Нет, заладился, но какие-то вопросы. Видимо, он немножко меня подтролливал. Ну, я его не стал. А вот где-то здесь у меня остался второй хайкер какой-то. Очень измученный чувак. Он натёрся в ботинке. Мазоид, он ушёл в ботинке. Он там, где-то передвигался. И пытался... Я вот ушёл в аккаторе. А он уже даже не надеялся до него дойти. Говорит, что там коринка измочует. Он натёрся в ботинке. Я в кроссовке занятую ноги. Хотя там шло всего два часа. У него был здоровый взрослый. А он и не сдавался. Он ещё планировал там какие-то местные вершинки покровять там. Ночевать. В общем, второй человек, который у меня ещё где встретил. Это уже предпоследний день. Да, набор. Набор здесь, в принципе, сохранился. Я знал, что где-то вот здесь есть приют. И планировал этот день либо дойти до него. Либо, если там позволят условия, дальше. И заночевать дальше. Но вот после него находится самый высокий перевал. Нечерпи. И непонятно было, получится ли мне его взять или нет. То есть там сначала один такой офигенный набор. Спуск почти такой же. Потом снова набор. Это вот одно из укрытий, но не обитаемых. А это спуск. Видно-ступления. Здесь довольно крутые. Тут-то рядом со следующим привиком. Труба такая меня интересовала. Короче, там они берут воду где-то с высоты. И гидроэлектростанцию к дрове передают. Вот тут-то на гидроэлектростанции и рядом приют. Очень прикольно там. Наверное, мощность дикой. Мне надо было спускаться туда и подняться снова. Вот такой же набор. Там тоже такая серия висячих долин. Идешь-идешь, думаешь, а вот перевал. Я его вижу. Забираешься и там снова такой же пещелок. И так несколько раз, короче. Это вот первое озеро. К самому удивлению, там народ обнаружил. В частности, вот рыбак тоже есть. Растевый цвет мне понравился. Да, классный. Туда куда-то шел перевал. Это, по-моему, еще не последний. Не пытался ты вот это? Не, я не пытался. Я мылся на некоторых остановках просто. Ну, то есть брал дряхтов, обсирался, да. Застировал одежду. Там либо на себе порошка. Мыло. Я брал мыло с собой. Там уже какие-то снежные участки. То есть это вот один из самых высокоборных районов. Вот красотка. Это вот, по-моему, на вершине этого перевала. Две восемьсот семьдесят семь. Дальше маршрут предлагал горять снова вершину, которую автор, сумасшедший, переводителю рекомендовал. Мне что-то не понравилось? Там местами живые камни были, я не знаю. А дальше? Что значит живые камни? Ну, то есть они не устали, сидим и там какое-то движение. Ворота было какое-то время. И они еще... То есть ты идешь по ним, вроде надежно выглядит, да? Да. А сколько вот футболок было? Футболок? Да, футболок. Футболка одна была. У меня была одна футболка, одна термок, power dry. То есть, короче, смены не было, да? И, по-моему, я брал, чтобы не вилло термобелье, но я так его и не использовал. Потом, когда он надел, когда обратно я эту авторизацию, что-то, ну вот, меня меньше выдел. Ну, я потом в предыдущем приюте принял душ, все-таки, нормальный. И вот я нашел в этом месте указатели такие, вот, рыженькие флажки, которые, в принципе, позволили лично обойти это место. Там внизу, у озера, есть принято. Видимо, посетили его обитатели, пометили ближайшие места. Вот это, по-моему, вот этот самый, как раз, высокий перевал, я черплю. И это вот мне на следующий день надо будет так пройти. Да нет, мне плохо. Я думаю, что это не был, куда ни меньше. Да нет. Жанр лаут. У него еще и другое название есть. Там внутри тоже, в каждом три часу есть какая-то культура, история. Я там журнал почитал. В один из приютов я зашел, когда вот был дождь, ну уж чисто немножко согреться, обсохнуть, потому что там уже замерз под дождем, они мне сказали, оставляй мембранку, рюкзак, ну там, снаружи, и там, сюда в таком виде не заходи, а это было сложно сделать, холодно, уже замерз, но все-таки переселился, да, зашел немножко подсушиться, там, где-то свои журналы, свои истории, люди туда приезжали, зимой, там, скетурят в округе, там, рассказано его исторически, там, 50-х годов, и вот, в каждом, просто так, это такой большой приют, книги, игры какие-то, вот у них заведены, какие-то тапочки, нет, это ты приходишь, свои оба проставляешь, берешь этот крокс, да, вот он, загнивающий запах, да, а вот мои кроссовки, там уже проек, который... Все ходят уже в таких горных ботинках, я-то, наверное, треки, ботинки, так и должно быть, все какие-то, все люди навстречу, даже если там с маленькими рюкзаками идут, они играют в приютах, но они вот в таких ботинках ходят. На самом деле, у тебя ботинок, на самом деле, особо от подворачивания, где-то все отворачиваются. Ну, как, у тебя вот бельностоп, например, здесь, или у тебя вот ботинок оканчивается ниже щиковой, где-то же разница, есть ли? Ну, для чего смысл ботинка именно в этом и заключается, чтобы он держал бельностоп? Ну, то, чтобы держать бельностоп, можно просто взять себе с упор, он другой весит меньше. Что взять? Ну, с упор, поддержку, наверное, щиковой. Особо этой поддержки не добавляют особенности, у тебя там рюкзак серьезно весит. Меня больше смущает, например, возможность ударов камнями по тавлу, более неприятно. Ну, не знаю, тут как бы условия простые достаточно были, но с упором, он тебе стопу гораздо более, ну, свободу движения больше дает. Нет, ну, то есть ты не преодолеваешь все время с сопротивлением там ботинка идешь. Ну, просто, если это будет постоянно супинация или пронация, там, пульсхона, то однозначно, конечно, ботинки, нога, пульсируется лучше. Не знаю, в общем, мне всегда больше нравится коллектив кроссовки. Не, ребят, но общая рекомендация, это понятно, что ботинок большой, но если ты как бы привык ходить в кроссовках, и как бы ноги уже накачаны, то тебе нормально будет кроссовка. Ты ногу не подвернешь. Но общая рекомендация для людей, что длинностоп должен быть выше. Там фишка в том, что народ, то, что мы воспринимаем как попсовую тропу, там это воспринимается как серьезный маршрут. Просто я ходил тот же, ну, грубо говоря, я ходил JR11, и это почти то же самое. Не, ну, даже единички, народу рекомендует ботинки с длинностопом. Ну, вот мы ездили, находили горный поход, я ходил в кроссовках, и вся группа была на ботинке. Там впереди нет, не измене не нужны, и ботинки. Коливар уже будет сейчас, старая школа. Не, просто почему они входят, скорее всего просто рекомендовали, и... Это вот самый тот перевал, там снежники какие-то большие были, ледничок остаток. Я в этом месте нагнал испанскую группу какую-то. Они почему-то поперлись по нему в кошках, я вошел вот так вот. Кроссовки поднялся. Вот они. Да, 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 нравится. Да, нужно же зачем донести. Сколько человек в день так примерно на тропе встречал? Десятки? Ну, это вот люди, которые, знаешь, приходят в приют и ходят вокруг такие радиологи. Таких много. А вот. Есть люди, которые по GRP-11 идут на встречу. А те, ну, которых ты видишь, чувак там с достаточно большим рюкзаком, там идет в свою сторону. Таких вот я очень мало встретил. В основном там ходят налегки от приюта к приюту, в сегменты. Ну, с этими ребятами я поговорил. Мне нужно было, в этот день я решил, что я завершаю маршрут. Нужно было как-то доехать до ближайшего городка. И я там с ними пошел. Тут, кстати, спуск был совсем нетривиальный. Лазаним тоже с перевала. Это вот, да. Он чуть побольше, на самом деле. Вот навигатор ТПУ с этого показывал. Это такой перевал, да? Да, это вот самый высокий перевал на HRP. Ну, то есть, получается, уже конец сентября и с них все еще бежит? Ну, да. Да. Слушай, извини, а вот как вот попасть в этот приют, если идти по своему маршруту в середине? Там, может быть, как-то доехать там. Подъезжаешь, подъезжаешь. То есть, там у тебя же перенеи, они пересечены такими поперечными дорогами в каком-то населенном пункте. Ты в какую-нибудь стоянку подъезжаешь, да, и совершаешь какое-нибудь восхождение к приюту и дальше оттуда. Понятно. То есть, не весь маршрут, а поперечный. Да. Да. Вот где-то оттуда спуск. Мы договорились с этими ребятами идти вместе, но я там несколько раз их подождал, потом устал ждать и решил уже их пойти вниз. Вот они идут. Они почему-то куда-то я говорю, идите за мной, я покажу их быстрее, но они куда-то все время идут заходи. В результате я там в одном месте их ждал, ждал, минус двадцать, сидел, медитировал, предавался грустным размышлениям о том, что поход заканчивается. Потом увидел какое-то движение где-то в той стороне людей, пошел к ним, но оказалось, что это не испанцы, а вот эти вот ребята. Это были хайкеры из Словении, причем это Юэй рюкзак, Якуб ильянка их зовут. Это тоже они шли Эйчерпиду, но с другой стороны. Я им вообще так обрадовался. Во-первых, они Эйчерпиду, во-вторых, они, блин, братья ся славяне, и в-третьих, они легкоходы. Я, блин, не обниматься к ним полез. Там обменялись с почты, но они вот тоже налегкие идут, кроссовочки, киновые, гамаши, все как надо. И они говорили, что с восточной части они встречали снег, который свежий выпал. то есть, и трудности представляли там подъемы. В общем, вот дальше уже фотография спуска, там такая длинная длинная вниз до дороги. Тоже нужно быть предельно аккуратным. Бежишь на радости, вот уже, типа, скоро закончится. Расслабляешься, и прям чувствуется, что уже концентрация изменяется. Можно прям, большую часть, да, столкнулся именно вот за этот короткий период. А вот дорога где закончена длинная. Вот, кроссовочки. Я думаю, они бы, наверное, полностью Эйчерпиду не удержатся. Их бы за шею половину нормально прошли. Они были новые? Да, они были новые, когда я их протекал. Ну, вот только трявка, да, сладалась? Ну, по сути, наверное, да. Подошва еще, ну да, еще рабочая была. Ром, у коленей как-то подкреплялась еще? Ну, коленей нет. Кстати, вот я говорю, что у меня весь этот маршрут, в принципе, как тренировка прошла, я вот именно здоровье улучшил после меня. Скорее, колени были готовы до уже, на тот момент. И если бы я знал, что они не готовы, я бы, наверное, что-нибудь делал, там, на коленники брал. Ну, как-то так. В общем, я очень рекомендую. Там нереально красиво, очень разнообразно. Не можно при желании особо даже напрягаться от приюта в приют, если ходить, если деньги есть. А можешь сказать, вот эти красивые, там, где-то ближе к концу, там, наверное, 8-й, 9-й день, 10-й, не знаю, вот красивые вот эти фото, которые я говорил, что они красивые. Ну, какие, например, приюты там? Ну, давай ты мне напиши лучше, я тебе потом прям выделю, потому что... Давай, а куда мне написать? Давай сейчас контакт поменяемся. В общем, вот, на этом закончилось. Какой бюджет примешь? Да, спасибо! Спасибо!